Ремонт дорог. На этой неделе по этой теме карагандинские чиновники организовали пресс-тур для журналистов. Показали образцовый участок ремонта – улицу Пичугина. Это та, что идет от вокзала вдоль железной дороги. Большое количество дорожной техники, много рабочих в новой спецовке, инженеры со своими приборами. Все это предстало перед объективами видеокамер. Чиновники гордо доложили, что всего предстоит обновить почти 5 километров дорожного полотна. А всего за лето в Караганде планируется отремонтировать 114 километров дорог. В этом году мы планируем основные все центральные улицы перевести в порядок. В 2025 году мы планируем перейти на дороги частного сектора, там, где у нас грунтовые дороги. В основном у нас поступают жалобы на сегодняшний день с улиц частного сектора, что нет проезда, нет прохода. Упор будет на следующий год на частный сектор. И данная мера нам позволит в районе 90% города, мы хотим перевести в асфальтобетонное покрытие, что является нашим планом на следующий год и поручением главы государства доведения доли дорог в нормативном состоянии до 95%. Но, как оказалось, не везде работы ведутся столь активно, как на этом образцовом участке. Аким Карагандемером Кожухов проверил ремонт улицы Чецкой и, мягко говоря, остался недоволен. И вот чем. Работы ведутся уже полтора месяца, а результатов не видно. Стоит отметить, что городоначальник предпочитает инспектировать работы без журналистов. Но рядом всегда пресс-служба. А потому мы имеем возможность понаблюдать за общением Акима с подрядчиком. Говорю, где работа? Вот сейчас где? Что? Что вы разбираете? Ампенсатор. Ампенсатор. Это что, три человека ходят? Остановку сняли. Остановку там. Так не пойдет. Здесь закрыл. Ты же понимаешь, что здесь большая была разгрузка. Пока было закрыто, они начали вот это все делать. Разбирать. Мы все фрезеровали это все сразу. Полностью работает. И дальше фреза идет работать. Просто вот эта улица, вы знаете, что она разгрузочная по грузовому транспорту. Она разгрузочная, она вас разрушает в Бухар-Жирал. Общая протяженность дороги 4,5 километра. Мирам Кожухов заявил, что эта дорога имеет большое значение. А значит, ее нужно отремонтировать как можно быстрее. А для этого необходимо работать практически круглосуточно. Здесь нужно день и ночь работать. Вы когда-нибудь научитесь ночью работать? Или хотя бы, не знаю, там до 11 ночи. Почему работа опять идет в свободном графике? В 5 часов здесь никого нет уже. Такого не бывает. Минимум все. Я еще раз говорю, я вот буду с работы выезжать, 9 я обычно выезжаю, полдевятого, я буду сюда приезжать. И вот попробуйте, только у вас здесь не быть, чтобы завтра же здесь стояли с экскаваторами и все работали. Кусками открывайте потом дороги. Вот перекрываем до конца недели, перекрываем тот кусок, который скатали. Слушай, ты большой участок чересчур взял на себя, ты не вытянешь его так. Ты не вытянешь, ты уроешь у меня по Волочайской, ты у меня сейчас будешь снимать по Чецкой. Ты здесь и закрываешь, и еще и Федоровский мост хочешь закрыть. Получится ли у подрядчика сделать эту дорогу быстро и качественно? Очень хочется в это верить, но статистика неумолима. Еще ни одна отремонтированная дорога в городе не простояла хотя бы одну зиму без дефектов. Ни одна. Почему так? Этим вопросом казахстанцы задаются уже не первое десятилетие. Понятно, в 90-х было не до дорог. В нулевых вроде начали делать первые шаги. Но потом что пошло не так? Начали перенимать зарубежный опыт, накупили импортные техники, на многочисленных конференциях презентовали новые методы укладки дорожного полотна. Разработчики получали государственные награды и премии, вот только дороги в стране лучше не стали. Я сейчас не имею в виду республиканские трассы и столичные проспекты, за которыми следят особенно тщательно. Так где все эти разработки? Да там же, где и качественные школьные учебники. Потому что главная цель всех этих разработчиков-ученых – это не улучшение инфраструктуры, а зарабатывание денег. Говоря о дорогах, я, конечно же, не могу пройти мимо славного и, как выяснилось теперь, бесхозного Тимиртау. Напомню, что полтора месяца назад местный подрядчик активно взялся за ямочный ремонт центральных улиц, произвел фрезерование и работа встала. Две недели назад местные чиновники пытались оправдать подрядчика, мол, все дело в асфальтном заводе, который так не вовремя встал на ремонт. Вот что говорил тогда заместитель Акима, гражданин Кадырбеков. Это у нас связано было ямочный ремонт, который работает там, это мультигрупп называется, карагандистская фирма. Именно вопросы были по заводу. То есть, получается, заводы не запускались. Заводы только у нас, к сожалению, в Караганде. И, допустим, у нас тут бывший ритмский завод, асфальт и бетон, они поздно запустились. То есть, получается, отдавали малым количеством. То есть, фрезерование ушло вперед, как говорится, асфальт и бетон, завод затусился потом и чуть-чуть, как говорится, опоздали. Ну, как чуть-чуть, в принципе, в течение месяца там некоторые участки, по металлогу, да, фрезеровали, она лежала. Сейчас вот практически все заводы в Караганде и в Тимиртау, они затущены и перебои с поставкой на сегодняшний день нет. Вот сейчас вот сами, наверное, делись, что мы уже активно начали вот ямочный ремонт, именно где нарыли, нарезали, да, уже закрывать. Вот, буквально, я так думаю, в течение недели-полтора проспекта республики закроем полно обеими. Прошло две недели, а ямы, вырытые рабочими, так и остались красоваться на дорогах. В местных пабликах горожане уже устали указывать чиновникам на это. Некоторые попросту стараются не ездить по этим дорогам. Друзья, если не ошибаюсь, уже неделя, если не две, вот как асфальт сняли на перекрестке Абай и Металлургов, до сих пор таки ездим. Годовку ломаем, заторы мы здесь устраиваем, все равно. Зачем снимать асфальт, если асфальта нет? Как сказали в Акимате, да, вроде, то, что асфальтный завод еще не все там работать начали, асфальта не хватает, поэтому асфальта нет, поэтому сняли, и мы ездим по этим бочкам. И это в Темиртау еще не началась капитальная реконструкция проспекта Металлургов, о которой с гордостью говорил Акимта Урбеков. Остается лишь жителям Темиртау пожелать терпения, а местным властям благоразумие, чтобы та сказка, о которой чиновники говорят с трибуны, действительно стала былью. Может быть, тогда местной пресс-службе не придется снимать свои видеоролики, используя только крупные планы, чтобы в кадр не попали неприглядные места. Это был очередной выпуск подкаст КРГ. На следующей неделе обсудим еще одну актуальную тему прямо, открыто, и вы уж не обижайтесь, но мы показываем все как есть.